В Москве задержали трех человек по уголовному делу о массовом отравлении едой и службы доставки кухни на районе. Следственные действия проводятся с генеральным директором этого сервиса Антоном Лозиным, руководителем отдела качества компании Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя Фасоли Савонка Владимиром Шином. Об этом сообщили в Следственном комитете. На данный момент известно, как минимум, о 124 случаях бутулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Кухня на районе приостановила свою работу 16 июня. А как, собственно, создавался этот главный сервис домашней доставки, и как кухня на районе превратилась в кухню на зоне, в этом разбиралась моя коллега Полина Милушкова. Полин, я помню, как кухня на районе это был образец, это был безупречный стартап, который приводили в пример, который и доступный, и по цене доступный, и удобный, и какие-то очень перспективные молодые люди его запускали. И вот такой драгический финал. Да, Аня, привет. Аня, председатель Дождя, действительно, похоже, это финал. Похоже, действительно, все сядут. В общем, начнем с того, о чем упомянула Аня. Сервис был очень известен в Москве, все новомодные введения были, они заботились о погружающей среде, о доступности, все было очень модно и красиво. Так вот, кухню на районе создали три человека. Алексей Колесников, Олег Козырев и Антон Лозин. Он занимался не бизнесом, а как раз едой. Именно его сегодня сдержали. Был еще один партнер, Кирилл Родин, но на самом деле он не являлся... Ну, у него была совсем небольшая доля, меньше одного процента, и он, скорее, таким был внешним лицом и маркетингом. Колесников и Козырев уже были известны проектом Rocket Bank. Это такой вариант необанка, то есть интернет-банка. Его очень сильно троллил Олег Тиньков, многие о нем так и узнали. Так вот, Rocket Bank отличался своей маркетинговой активностью. Для владельцев карт устраивали закрытые вечеринки, показы, концерты, а реферальные ссылки на карты распространялись буквально пирамидой. Я неоднократно сама видела, как людям предлагали деньги, если 30 их друзей заведут карты Rocket Bank в офисе, которое было принято у фанатов Кремниевой долины. Там была куча разных развлечений, зон отдыха. Так вот, там был новый способ для Москвы подачи напитков и, внезапно, кальянов. Вместо кофе-леди или секретаря, как это обычно было принято в офисах, в Rocket разработали приложение, по которому гости и сотрудники могли заказать напитки. Это и стало первичной моделью для кухни на районе. Сама пища не должна быть какой-то сверхособенной, потому что она должна быть на каждый день. Кроме того, она не должна быть по каким-то очень высоким ценам, потому что это не ресторанное потребление, скажем так, модель. То есть, если в любом ресторане вы, скорее всего, получаете не только еду, но еще впечатление и платите за это. Отсюда и цена состоит из двух компонентов. В случае с кухней, так было задумано изначально, что остается только компонента самой еды. Это как раз был Алексей Колесников, сооснователь сервиса. И давайте еще раз послушаем, как он объясняет, как присоединился Антон Лозин, который является генеральным директором, собственно, которого сегодня задержали, как он появился в этом стартапе. Антон искал, чем бы заняться, написал. И я ему говорю, слушай, давай сделаем вот такую вещь, как кухня. И Антону предложили просто попробовать открыть одну кухню. На курсах просто? Нет, на курсах мы познакомились с Антоном. А это спустя какое-то время, когда снова жизнь нас... И вы предложили? Да, сказали, Антон, давай ты хоть что-то понимаешь в приготовлении еды. А мы с Олегом взяли на себя хлопоты разработать приложение. В 2017-м Колесников и Козырев вкладывают в тестирование проекта по 2,5 миллионов рублей. И Лозин запускает первую кухню. Продукты закупает сам, готовит вместе с тремя поварами. Кухня на районе развивается как сервис исключительно для сотрудников Рокетбанка. Осенью того же года кухня на районе стала доступной для всех. Тогда и появились первые инвесторы. Основатели проекта «Делатели.Офисов» Павел Мельников и бывший вице-президент открытия Максим Янпольский. Они вложили вместе еще порядка 5 миллионов рублей. За первые полгода стартап заработал около 9 миллионов, а потерял почти 10. Вот как на стартап реагировали коллеги. Когда поймете, что это безнадежно, позвоните мне, я куплю у вас печку. Но это был лишь вопрос времени и масштаба. Пока кухня одна, она убыточна. Но когда у тебя их, скажем, 70, модель приносит прибыль. Еще за год сервис привлекает двух инвесторов. Одного из руководства инвестиционной группы компании «Пик» и совладельца «Рокетбанка» и основателя компании «Киви» Сергея Солонина. Тогда основатели кухни на районе придумывают еще одно конкурентное преимущество. Это ротация меню, которая должна была помочь выиграть у агрегаторов ресторанов с постоянным перечнем блюд. Бизнес продолжает быть убыточным. Но осенью 2020 года, то есть сразу после окончания пандемийных ограничений, совместные мероприятия «Мейлгруппа» и «Сбербанк» приобретают почти 85% этого стартапа. Большие проблемы у сервиса произошли почти одновременно с полномасштабным вторжением. В марте 2022 РБК публикует эксклюзив. «Сбербанк» пытается продать кухню, а некоторые источники были нацелены даже более радикально. Кухню закроют в связи с оптимизацией бизнеса. Например, такую же судьбу постигл «Ситимобиль». Его тоже покупали для создания экосистемы «Сбербанк». Причин несколько. Активный рост кулинарии, доставки конкурентов, вкусвилл и выключенность России из мировой экономики. Видимо, кухню хотели масштабировать и за рубежом. Позже стало известно, что еще к январю 2022 года Лозин, который оставался генеральным директором и сегодня был задержан, остался единственным сооснователем в управлении компанией. Последние новости от кухни произошли в декабре 2023 года. Сервис объединился с заставкой продуктов «Самокат» и вышел в регионы. Собственно, «Самокат», его история с отравлением, кажется, не коснулась, по крайней мере, об этом никто ничего не пишет. «Самокат» сообщил, что сегодня вернули деньги москвичам, которые купили то самое лобио с фасолью. 16 июня на следующий день после первых жалоб на отравление в кухне прошли обыски. Вот вы видите кадры прямо сейчас. По данным Следственного комитета, сотрудники пытались избавиться от той самой фасоли. В этот же день кухня на районе приостановила свою работу. Если генерального директора кухни на районе Антона Лозина признают виновным в массовом отравлении людей, ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Ну вот и пришла новость от Роспотребнадзора. Выявлены поставщики и производители этих салатов, в которых есть фасоли, и которыми отравились люди. Вся продукция якобы изъята из оборота. Отдельно отмечают, что производство находилось в промышленной зоне рядом со свалкой. Спасибо большое. Это была Полина Милушкова, которая исследовала сначала такую вдохновляющую историю этого гастрономического стартапа. И вот мы наблюдаем, что с ним произошло вот в эти дни буквально. Редактор субтитров А.Семкин